Я пишу тебе, дорогой Феофил, тщательно исследовав происшедшие среди нас события, так, чтобы ты мог убедиться в их достоверности. В те дни, когда Римом правил император Август, а Ирод Великий был правителем Иудеи, ангел Джабраил был послан Всевышним в город Назарет к непорочной девушке по имени Марьян. Не бойся, Марьян, потому что Всевышний проявил к тебе милость. Ты зачнешь и родишь сына, и назовешь его Исаа. Как это будет? Ведь я девственница. Святой Дух сойдет на тебя, поэтому твоего ребенка будут называть сыном Всевышнего. Его царству не будет конца. И пошла Марьян навестить свою родственницу Элишеву, которая чудом к старости зачала ребенка. Элишева, Марьян, сестра моя. Благословен ты среди женщин. Благословен ребенок, которого ты носишь. Как только я услышала твой голос, ребенок забился во мне радостно. Душа моя славит вечного. И радуется Дух мой и сердце о Спасителе моем. Отныне будут называть меня благословенной. Знаете, жители Назарета, что вышло от римского императора повеление сделать перепись по всей Галилее и Иудее. Каждый человек должен записаться в городе, где были рождены его предки. Пошел Юсуф в город Вифлеем, Иудея, чтобы записаться с Марьян обрученную с ним. Но для них не нашлось места в гостинице, и они обрели пристанище в простом хлеву. Неподалеку в поле были пастухи, стерегущие ночью свои отары. Вдруг явился им ангел от вечного, и слава Всевышнего осияла их. Сегодня в городе Давуда родился Спаситель, Повелитель Массив. И поспешили тогда пастухи, и увидели младенца в хлеву, и разнесли радостную весть о рождении Спасителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова